Привет всем любителям старинных магнитол. Сегодня я хочу вам рассказать о такой магнитоле, как Мяшнелл Панасоник RX 5050. Сзади, по-моему, там буква F у него должна быть, если я не ошибаюсь. Точно, F. Эта магнитола не моя, ее прислали мне на ремонт, там были мелкие проблемы, а вот эта моя сзади стоит. Я почему эту магнитолу на первый план выстроил? Потому что она смотрится как-то живее с наклеечкой, со всеми делами. И еще свою магнитолу я когда покупал, так получилась ситуация такая, что мне один гражданин ее принес, но не сказал, что там внутри динамики неродные. Просто за теми грилями это просто не было видно. Я когда открыл, увидел динамики такие, знаете, ну вот советские, как в телевизорах стоят, я сразу загрустил. То есть, ну, мужик мне там какую-то небольшую сумму компенсировал за то, что там динамики стояли неродные. Ну, радости было мало, возврат там был невозможен. Я искал динамики, ничего лучше, чем, скажем, найти динамики, там стоят 16 размера, 16 сантиметровые. Ничего лучше, как с донора 91-91 шарпа я поставил там, закрепил. А высокочастотники я уже не помню. Дело в том, что тут стоят высокочастотники бумажные, а там стояли какие-то пьезоприлепленные, какие-то такие пятачки. Ну, я нашел бумажные высокочастотники, поставил, то есть, более-менее аппарат заиграл. Ну, единственная разница в том, что я думал, что за вот этими вот грилями-душлагами, так называемыми, вот тут стерео написано, видите, не будет видны блестящие пыльники, на самом деле они видны, увы. На шарпе 91-91 там пыльники темные. И тут и высокочастотники с темными пыльниками. Что можно сказать про магнитолу? Вот у нее такой явно винтажный вид. Есть ее близнец, просто Panasonic, не National Panasonic, а просто Panasonic 5050, RX 5050F, у которого вместо вот этих вот дырок, как в сыре, обычная сеточка. Тут ничего такого нет, стерео. Здесь тоже самое смотрится, ну, так, уныло и постно, честно скажу. И вообще никакого, так сказать, вдохновения в душе не порождает. Я чего уцепился за эту магнитолу? Я просто когда увидел, что этот гражданин, который потом мне ее продал, принес фотографию и показал, я думаю, вот это магнитола, вот это вот, ну, винтажнее не бывает. Потому я, так сказать, на тот момент заплатил за нее довольно немало, скажем так. А у нее вид винтажный, на самом деле она внутри относительно такая, ну, не то чтобы современная, ну, вот, например, протяжки у нее очень похожи на National 66 или National 67F, который там, C66, C67. То есть они такие довольно современные, ну, и все остальное так, по-моему, сделано. Несмотря на такую лаконичность и лапидарность, вот тут управление особого, видите, две ручки, громкость, баланс, эквалайзер, четыре полосы, для меня загадка. Ну, что, нельзя было пять сейчас сделать? Или сделали бы три, понятно, что птичка была по центру опущена, боковые подняют. А тут неизвестно, какие поднимать, какие опускать. Ну, не знаю, не знаю. И здесь переключатели, селектор на три положения, есть line-in, то есть в эту магнитолу вы можете спокойно подключить внешний источник. Через тюльпаны тут есть на боку, вот они, слушать. Тут даже и выход, по-моему, line-out есть, да, line-out, то есть как бы нормальный интерфейс, скажем, для магнитолы. Система расширения звука, ambience, есть тут, здесь mono, stereo и ambience. Ну, вот это псевдорасширение, так сказать, звука. И переключатель, четыре диапазона тюнера FM, двое коротких и средние волны. Длинных волн нету, это для магнитола шла на азиатский регион, наверняка, может быть, та, которая на Европу шла, там вместо одних коротких были длинные волны. Ну, как она играет? Ну, давайте я включу радио. Редактор субтитров А.Семкин Лента. А, лента. Тут стоит кассета, которой мне хозяин. Это мне просто сзади контакт, плохой вилочке, переломан провод, поэтому немножко так сказать... Могу для сравнения дать, как звучит моя на неродных динамиках, я, правда, сто лет уже не включал, но это, по-моему, мы, наверное, включать не будем, попробуем. Окислился переключать, ведь я думаю, что контакт попросил. Музыка На мой взгляд, не намного хуже, я вообще, честно говоря, особое преимущество той магнитологи от этой не вижу. То есть, как бы, ну, сами понимаете, динамики от 9191, ну, не хуже, скажем, чем у панасониковских динамиков. А вообще, японские фирмы, они без зазрения друг у друга брали детали, и такой войны, какой-то конфликтов между японскими фирмами не было. Они спокойно брали то, что они могли взять у конкурентов, и никто, собственно говоря, на это не обижался. Очень многие детали там от фирмы шапки, на каях находил, там, и динамики с мацушитовской вот этой вот треугольничком со стрелками на концах и в GVC, и в других-других фирмах. Поэтому, что сзади? Сзади тут особо ничего тут. Видите, подключение к антенне. Это на короткие волны, это на FN. Да, собственно, больше тут ничего и нет. Ручка настройки и ручка точной настройки. Видите, какая громадная, блестящая такая хромированная. Да и верхние ручки такие хромированные. Вообще, хром на черном фоне, очень даже выгодно смотрится. Индикатор здесь, видите, такой вот, поднимается, потом идет как бы параллельно самой магнитоле. Сейчас найдем что-нибудь такое музыкальное. Длинная треузвенная антенна. Кстати, большая редкость сейчас. Тут наклеечка, показано, что 25 ватт, soft-toch, амбирен стерео, четырехполосный эквалайзер. Честно говоря, я бы на их месте не хвастался таким эквалайзером. Потребляет она 12 вольт, 22 ватта. Ну, 22 ватта и 25 на выходе. Конечно, это закон сохранения энергии. Это пиковые. Вот такая магнитола. У этой магнитолы немножко была замедленная скорость, но здесь двигатель стоит очень близко к батарейному отсеку. Там спокойненько отверточка туда засовывается и подкручиваете до нужного значения вам. Я уже говорил, что я скорость выставляю. Нахожу трек, который у меня есть, записанный на качественной деке. Нахожу точно такой на ютюбе. Ставлю их в параллель и смотрю, кто вперед, кто назад. И, соответственно, корректирую. На одной песне это очень в конце, если там скорость существенно отличается, то эта разбежка уже становится заметна. Я выставляю так, что одну песню она проходит до конца. Может быть, если весь альбом прослушать, там где-то секунд на несколько она уйдет. Но это не страшно. А допускается там отклонение скорости порядка одного процента, ничего страшного-то нет. Пусть это не слышит. Вот так вот в трех словах. Я не знаю, стоит ли заглядывать вовнутрь этой магнитолы. На сайте она у меня описана. В принципе, можно посмотреть. Ну, так. Красиво и одновременно пусто. Тут довольно все так по-моему сделано. Неплохая магнитола. Очень стильно смотрящаяся. Если у вас будут в коллекции, я думаю, вы не пожалеете о ней. Тут черный цвет. Хром. Зеленые полосочки. Ну, так получилось довольно неплохо. Не китчево, скажем так. Смотрите мои видео, читайте мой сайт. Если вам будет интересно, буду стараться вас чем-нибудь удивить, порадовать, развлечь. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok